МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги вторника, 14 августа, расскажут журналисты ЮИ-ТВ. С вами Елена Вознесенская. В начале выпуска коротко о главном. Переговоры по обмену заложниками. Украина инициировала встречу украинского и российского омбудсменов в рамках трехсторонней контактной группы в Минске. В итальянской Генуи обвалился мост Маранди. Погибли 30 человек. Фирменные блюда от шеф-повара-бойца. Во Львове участник АТО открыл рыбный ресторан. Из Киева в Одессу на надувной доске путешественник Антон Бондаренко отправился в трехнедельный заплыв на сабборде. Нельзя терять ни минуты освободить Олега Сенцова и всех заложников Кремля. С таким требованием обратился к России и МИД Украины. Об этом спикер внешнеполитического ведомства Мария Анабеца написала в Твиттере. Напомнила, Олег Сенцов голодает уже 93-й день. Олег Сенцов жив и продолжает голодовку. Об этом сообщила российская правозащитница Зоя Светова. Сегодня она посетила украинского политзаключенного в российской колонии города Лабытнанги. В интервью каналу RTVI сообщила, Сенцов в ясном сознании назвал свое состояние предкритическим. Однако прекращать голодовку и отказываться от требований не собирается. Зоя Светова разговаривала с режиссером в его палате два часа в присутствии начальника колонии еще двоих сотрудников. Правозащитница рассказала, Сенцову передали сегодня все письма, которые ранее не доходили до него. А редакция UETV получила ответ от украинского режиссера. В преддверии дня рождения Сенцова, 13 июля, наш журналист отправила поздравительные открытки от коллег и друзей. Их также продублировали в электронном виде. И спустя месяц мы получили ответ. Привет, ребята. Спасибо огромное за ваши сообщения, поздравления, теплые слова. Надеюсь, вас всех не подвести, а также увидеться когда-нибудь. Но чем раньше, тем лучше. Привет Киеву, Украине и всем хорошим людям. С уважением, Олег Сенцов. Видеописьмо коллегу Сенцову презентовали львовские активисты. В обращении выражают поддержку режиссеру и всем украинским политузникам, которые сейчас находятся в российских тюрьмах. Также хотят напомнить всем людям. Узникам Кремля важно знать, что о них помнят и за них борются. Авторы проекта, надеяется, Олег Сенцов обязательно увидит их видеописьмо. Возможно, такой есть шанс, что Олег когда-то увидит этот ролик. Мы надеемся, что он будет жить и вернется к нам в Украину. Также мы хотим показать это видео людям, чтобы они узнали историю Олега Сенцова, задумались над ней. Он не один, он вместе с нами, а мы вместе с ним. Мы его поддерживаем. Поддержка – это важно. Надежда умирает последней. Мы думали, возможно, он прочитает, а возможно, если не прочитает, то спросит. Пишут мне, и ему скажут, да, о тебе помнят. Так, я так же брала. Иск Украины против России в Европейский суд по правам человека может стать еще одним шагом, который приблизит освобождение его сына из российской тюрьмы. Игорь Гриб, отец 20-летнего узника Кремля Павла Гриба, предоставил в Минюстую информацию о нарушении прав его сына российской судебной системой. Родственники политзаключенных знали, что готовится иск. Мы брали в этом непосредственное участие. Мы предоставляли необходимые материалы для подготовки жалоб по делам наших родных в ЕСПЧ. Это действие со стороны украинской власти очень необходимо, но мы, к сожалению, не ждем немедленного освобождения нашего сына после этого иска. С августа прошлого года Павла Гриба незаконно удерживают в СИЗО Краснодара. Его отец утверждает, российские спецслужбы обманом через соцсети выманили парня в Гомель и задержали. Теперь российское ФСБ безосновательно обвиняет Павла в терроризме. Игорь Гриб подчеркивает, Павел с рождения имеет инвалидность. Болезнь требует постоянного приема лекарств, специальной диеты и наблюдения врачей. Несоблюдение предписаний медиков в любой момент может привести к ухудшению его здоровья, внутреннему кровотечению и впоследствии к смерти. По этому факту в ЕСПЧ уже подавали жалобу. Еще в прошлом году украинским адвокатом Павла Евгении Закревской был подготовлен запрос в ЕСПЧ о предоставлении моему сыну медицинской помощи. Была реакция ЕСПЧ. На основании их письма украинские врачи выезжали в Краснодар. Но, к сожалению, российская сторона никак не отреагировала, и врачи так и не попали к сыну. Один из составителей иска Украины против России, заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина, говорит, общий иск о нарушении прав 71 украинского политзаключенного Кремля будет иметь большее влияние, чем индивидуальные жалобы по каждому делу. Даже сам процесс рассмотрения иска в ЕСПЧ может приостановить давление на тех узников, приговоры которым еще не вынесли, в частности Павлу Грибу. Наша задача все-таки продемонстрировать систематичность. И систематичность индивидуальными жалобами продемонстрировать невозможно. Для этого нужно, чтобы кто-то с высоты птичьего полета посмотрел на все эти дела и показал связь между ними всеми, где есть общность. Если решение ЕСПЧ будет в пользу Украины и узников Кремля признают политическими заключенными, специальный орган Совета Европы, Комитет министров, сможет сформировать требования к России об освобождении их как незаконно удерживаемых. И это решение будет находиться уже не в политической, а в юридической плоскости. Юлия Крючкова, Евгений Сакун, Вячеслав Смирнов, UATV. Разблокировать процесс обмена заложниками Украина инициировала встречу украинского и российского омбудсменов в рамках трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщила в Фейсбуке представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко. По ее словам, Киев предлагает провести переговоры 21-22 августа. Она отметила, ради освобождения украинцев, незаконно удерживаемых Россией, Украина готова помиловать несколько десятков преступников, воевавших в рядах боевиков на Донбассе. Однако Москва за 4,5 месяца так и не ответила на предложение Киева передать России 36 ее граждан в обмен на незаконно удерживаемых украинцев. Двое фигурантов списка лиц, которых Украина готова передать России, попросили президента Путина обменять их на украинских политзаключенных. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, соответствующее заявление написали экс-беркутовец Александр Сатаров. По версии следствия, он участвовал в захвате украинских военных частей в Крыму в 2014. А также бывший замминистра спорта оккупационной администрации Крыма Фарух Камалов. Его обвиняют в госизмене. Ранее такое прошение подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии. 21 раз с начала суток боевики обстреляли позиции объединенных сил, в том числе дважды с тяжелого вооружения. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили у Крымского, Майорска, Красногоровки и Чермалыка, а также Водяного, Гнутого, Павлополя, Лебединского и Широкина. Из запрещенных минометов калибра 120 мм вели огонь по поселку Новолуганское. Мины попали в хозпостройки местной агрофирмы. По данной украинской стороны, в СЦКК подобные обстрелы могут разрушить очистные сооружения. Вредные отходы производства, попав в водоемы, отравят грунтовые воды. Это грозит гуманитарной катастрофой более 50 тысячам гражданских по обе стороны линии соприкосновения. Осторожно, мины! 8,5 тысяч табличек с такой надписью в Луганскую область передало Словакия. Такую гуманитарную помощь украинские пиротехники получают впервые. Таблички установят в районе поисковых работ на прифронтовых территориях. Подробнее в сюжете наших региональных коллег. Ежедневно на территориях, расположенных возле линии фронта в Луганской области, пиротехники госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаруживают десятки взрывоопасных предметов. С начала года было разминировано уже более 700 гектар, где было выявлено поднято и уничтожено более 7 тысяч боеприпасов. Больше всего неразорвавшихся снарядов, гранат, мин и патронов в Попаснянском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах, которые постоянно находятся под обстрелами российских оккупационных войск. Таблички, предоставленные Словакией, сохранят сотни жизней мирных жителей. Эти таблички используют для обозначения небезопасных территорий и для предупреждения местного населения про опасную зону и небезопасные участки. По словам спасателей, на разминирование территории на Донбассе после окончания войны потребуется более 40 лет. За время проведения боевых действий в Луганской области обследовали свыше 4,5 тысяч гектаров и нашли 62 тысячи боеприпасов. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, UATV. Три человека травмированы в результате теракта в лондонском Вестминстере. Автомобиль въехал в велосипедистов и пешеходов и врезался в ограждение у здания парламента. Водителя задержали. На несколько часов перекрыли близлежащие улицы и станции метро. Подробности в сюжете Александра Кулибабы. Парламентскую площадь Лондона, соседние улицы и станции метро полиция перекрыла около половины восьмого утра. Несколькими минутами ранее легковой автомобиль сбил пешеходов и велосипедистов, протаранил ограду Вестминстерского дворца. Мы услышали громкий удар, не такой, как во время аварии. Побежали за людьми к парламенту. Увидели серебристый легковой автомобиль, который врезался в ограду Вестминстерского дворца. Из-под капота шел дым. Вокруг была полиция. Людям приказали отойти от автомобиля. Я подумал, может это террорист и у него есть что-то в машине? Наверняка поэтому полиция его не выводила. Они ждали спецназ. Водитель не пытался скрыться с места аварии. Его арестовали. Оружие или взрывчатки в автомобиле не нашли. Полиция считает инцидент терактом. В правительстве после произошедшего собрали заседание Чрезвычайного комитета по вопросам безопасности. Это тревожный знак. Такие случаи происходят все чаще. Стоит задуматься о том, как это предотвратить. В марте 2017-го в результате теракта в этом же районе Лондона жертвами стали пятеро человек. Автомобиль выехал на тротуар на Вестминстерском мосту. Сбил несколько человек и врезался в ограждение у здания парламента. Нападавший выбежал из машины и смертельно ранил ножом полицейского. Травмы получили около полусотни пешеходов. Четверо погибли. Террориста застрелил полицейский. Ответственность за нападение взяло на себя исламское государство. 35 человек погибли в результате обвала моста Маранди в Генуе. Спасатели обнаружили уже 14 пострадавших. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщило местное управление по чрезвычайным ситуациям. Обвалилась секция длиной около 100 метров. По данным спасателей, на ней находились более трех десятков автомобилей. Спасатели пытаются освободить людей из-под завалов, однако работу затрудняет сильный дождь. Трассу, на которой произошла авария, перекрыли. Мост Маранди построили в 1960-х годах. Его протяженность более километра, высота 90 метров. Сборная Украины «Инвиктус Геймс» начала второй тренировочный этап. Международные соревнования для военных, получивших ранения в боях, пройдут в октябре в Сиднее. Команда готовится к ним с начала лета. Первые сборы были подготовительные. Теперь спортсмены увеличивают нагрузки. О достижениях нашей сборной в сюжете Евгении Бурды. У меня сейчас идет работа техническая. То есть, результата не будет. Александр Белобоков отрабатывает технику в толкании ядра. И хотя дальность сейчас не главная, его спортивный снаряд падает на три метра дальше, чем у победителя прошлогодних соревнований. Почти все спортсмены сборной будут выступать в нескольких видах спорта. У Александра еще две дисциплины – метание диска и гребля на тренажерах. На сборах тренировки утром и вечером по два часа. Приезжаешь ты, например, после тяжелой тренировки, толкав при такой жаре, то есть силы как бы заканчиваются. Вечером понимаешь, что надо гребсти тяжело, но как-то пытаюсь это все совмещать, то есть понимаешь, что это надо для команды, надо победа. До этого забега Юрий Дмитренко тренировался в гребле на тренажерах. Для победы нужно пройти максимальное расстояние за минуту. Говорит, уже может обогнать прошлогодних призеров, но это не предел. На прошлогодних соревнованиях в призовых позициях было 350 метров за минуту и выше, и у меня уже есть такой результат. Но никто не знает, какие соперники будут в этом году, и, как показывают все международные соревнования, с каждым годом результаты улучшаются. Главный тренер сборной рассчитывает взять медалей больше, чем в прошлом году. Тогда в копилке украинцев их было 14, и это был один из лучших общекомандных показателей. В этом году состав более сбалансированный, более профессиональный в плане спортивной подготовки. В тренировочном процессе работа проходит более интенсивно. Больше нагрузки, больше объем тренировок. Второй тренировочный этап продлится до 22 августа. Затем спортсмены будут готовиться индивидуально. Третьи общекомандные сборы предстоят перед вылетом в Сидней. За медали Invictus Games 2018 поборются 18 национальных сборных. Евгения Бурда, Сергей Ильинский, UATV. Жареная форель, юшка и салат с мидиями. Во Львове бывший боец АТО открыл рыбный ресторан. Во время боевых действий осколками гранаты ему повредило обе руки. Врачи не верили в то, что восстановится моторика. Но спустя два года он сам готовит различные блюда и нарезает продукты. Подробнее наши корреспонденты. Сергей показывает, как правильно мариновать форель. Вовнутрь форели кладем зелень и кусок лимона. Это придаст рыбе сочности, она станет вкуснее. По времени наша рыбка уже должна поджариться. Вытаскиваем ее на сухую салфетку, чтобы впитался лишний жир. И проверяем, готова ли она. Жареная форель – любимое блюдо не только Сергея, но и самое популярное среди посетителей его рыбного ресторана. По образованию Сергей – электромеханик, но уже более 10 лет увлекается кулинарией. Хотел начать свой небольшой бизнес. Почему рыбный? Во-первых, во Львове не так уже много рыбных ресторанов. А во-вторых, рыба – это очень полезно. В 2015 году Сергей воевал на Донбассе. После осколочного ранения восстанавливался почти год, но полноценно одна рука так и не заработала. Очень близко осколок был к сухожилью. Функции руки восстановились, только не полностью. Не могу два последних пальца разогнуть. Поэтому иногда трудно надеть перчатку. Но как повар я вполне справляюсь. Если Бог оставил мне руки, значит, надо ими работать. Супруга Сергея поддержала. Чтобы открыть ресторан, взяли кредит. Дизайном занималась сама. Теперь она бариста и официант. Конечно, я в его готовку не лезу. Он у нас шеф-повар, командует парадом он. Но если нужно помочь, то помогаю. Больше на баре работаю. Варить кофе училась долго, потому что молоко нужно взбить до определенной температуры. Не перегреть. Прежде чем научиться испортила килограмм кофе. Ирина впервые пришла в ресторан, чтобы попробовать фирменную рыбную юшку. Я очень рада, что открылся такой новый заклад в Львове. Рада, что во Львове открылось такое заведение, ведь на самом деле в нашем городе их не хватало. Я думаю, что буду приходить сюда часто и звать с собой своих друзей. Несмотря на достаточное количество посетителей, пока хозяева совсем справляются сами. Но в дальнейшем планируют расширить меню и собрать команду. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Львов, UATV. Самый длинный заплыв через Украину на Саборде. Такой рекорд решил установить в путешественник Антон Бондаренко. В путь он отправился из Киева, а финишировать собирается в Одессе, преодолев на надувной доске волны Днепра и Черного моря за три недели. Это у меня тут наборы для выживания. Там есть и спички, и для разведения огня материалы различные, ремноборчики. Комплект вещей с собой минимальный. Он должен поместиться на надувной доске. Антон Бондаренко собирается преодолеть воды Днепра и Черного моря с помощью Саборда. Хотя опыт обращения с ним небольшой. В марте я первый раз стал на аборт. Ну и с этого времени, когда есть возможность, я тренировался, ходил. Ходил там по Азовскому морю, ездил в нашу украинскую Венецию, Вилково. Ходил по Вилково, по Днепру. Тогда бывалый велопутешественник решил сменить колеса на доску с веслом и стать рекордсменом по длительности заплыва на Саборде в Украине. Стартует из Киева, дальше по реке Днепр и Черному морю, вдоль Канева, Черкас, Кременчуга, Днепра, Запорожья, Никополя, Новой Каховки, Херсона и Очакова в Одессу. Там путешественник собирается финишировать через три недели. Общая дистанция, которую Антон планирует пройти, порядка тысячи километров. Ежедневно мы сможем наблюдать его в онлайне, согласно GPS-трекингу, его маячку. Надеюсь, что бесперебойное питание маячка будет обеспечено без всяких проблем. Другое дело, что драматизм этого путешествия будет в том, что Антон идет без сопровождения, не будет ни машин с питанием, ни машин с болельщиками. Запас еды с собой также минимальный. Немного орехов и сухофруктов. В остальном полагается на свои навыки и природу. Я буду использовать то, что у нас есть в растительном и в животном мире. Есть определенный опыт. Мне интересно. Этот проект для меня тоже эксперимент. Я не знаю, как он закончится. Каков будет итог? Рискует жизнью путешественник не только ради эксперимента. Своим заплывом собирается помочь украинской семье. У них проблемы, то есть заболевания наследственного характера, связанные с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой. То есть им необходим для того, чтобы полноценно жить, скажем, дальше даже жить, необходимо аппарат Торшинова называется. Он стоит 38 500 гривен. Эту сумму эквивалентом в 1400 долларов Антон планирует собрать за время путешествия, а заодно проверить себя на прочность. Пошел, возвращайся! Возвращайся, а потом будете ждать! Любовь Задорожная, Дмитрий Грешко, UATV Эту и другую актуальную информацию вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UATV.ua Таковы итоги уходящего дня. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Субтитры создавал DimaTorzok